МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Реальный разговор вновь в режиме самоизоляции. Сегодня наш гость – режиссер-документалист из Казахстана Катерина Суворова, автор картины «Петь свои песни». Кать, вы знаете, после просмотра фильма поймал себя на том, что ваши герои, группа «Найти Ван» – 91-й, в России классифицировали бы, скорее всего, как такую гламурную попсу, и тут же отправили бы куда-нибудь на периферию сознания. Но, однако, ваши музыканты, сделанные по подобию южнокорейских или даже японских мальчуковых групп, представляют собой чуть ли не оплот протеста, но не в политическом, а скорее в культурологическом или, я бы даже сказал, антропологическом смысле. Не боялись ли вы упрёков со стороны, так сказать, сведущей в публике, я закавычу, в популяризации так называемого гламурного или, как выражается в России, диванного протеста. Хорошо, понимаю ваш вопрос, и об этом мне приходилось действительно задумываться, и не только об этом, но ещё о том, что, например, я иду, исследуя эту тему, я ещё иду в плоскость конфликта между этническими казахскими традиционалистами, ну, националистами, где даже в каком-то смысле, и этот разговор в плоскости казахского языка, казахской традиции с этой группой людей. Нужно было как-то понимать, что тоже придётся дискурсию вести. И также я понимала, что моя основная постоянная аудитория, которая приходит на мои проекты или на премьеры моих полнометражных фильмов, действительно для них эта тема. Многие из них говорили, ой, а мы не слышали, что-то слышали там в новостях, какие-то их собственные проблемы. И действительно приходилось на стадии завершения фильма вовлекать их вообще в этот дискурс и мотивировать, объяснять, почему на премьеру пройти стоит, смотреть и также в дискуссии участвовать. И это может быть тем даже интересней. В каком-то смысле этот вопрос, он открывает просто сложность казахстанского общества сегодня. И мы говорим о том, что в настоящее время, вот к 2020 году, вопрос того, что в стране не все говорят на казахском языке и уже не все говорят на русском, он как бы сегодня возник. То есть мы говорим о том, что действительно уважительно было бы для всех жителей Казахстана говорить как минимум обязательно на казахском языке и дальше уже там, но это не так. Это факт в том, что мы живем так, как мы живем. И в этом смысле межязыковая сегрегация тем, она происходит. И поэтому мы вот с моим партнером по этому фильму Жени Плахина, журналистка, я довольна, ну она такая радикальная журналистка, которая очень многие крутые вещи делала в прошлом, она как раз и говорит, что этот фильм интересен именно тем, что мы, что эти ребята, они в каком-то смысле мостик. Их слушают молодые ребята вообще, то есть во всем мире. Это и в России, в том числе у них есть свои фанаты. И если посмотреть на YouTube, как и реакцию на их, то есть англоговорящая аудитория у них есть, у них есть русскоязычная аудитория, при этом они поют на казахском языке. Не только, но в основном на казахском языке. И при этом у них протест именно с казахскоязычной большой аудиторией. И это для меня, если честно, действительно показалось очень интересным. Но что заставило меня преодолеть вот эти все сомнения, когда я думала, тут есть вопросы. Просто первая встреча, которую на самом деле мы сразу стали снимать и положили в фильм даже, вот разговор с их продюсером, это моя первая встреча с продюсером. И для меня, как для документалиста, ведь очень важно, когда ты о чём-то рассказываешь, что ты понимаешь, что, по крайней мере, ты понимаешь, как сказать, где-то плоскость искренности твоего протагониста, твоего, ну, герой по-русски, это не всегда, конечно, правильный перевод, но человека, действующего в истории, ты хотя бы приблизительно должен осознавать, что ты чувствуешь, где он говорит правду в вашем разговоре, где нет. И вот эта встреча с продюсером группы, это было так здорово для меня, так интересно, он так искренне был разочарован, когда говорил о том, что мы, конечно, не ожидали, что, желая совершить революцию в современном казахском языке, за счёт того, что они берут эту популярную форму, они выходят к подросткам, но они, говоря, создают контент на казахском языке модный, не пыльный в книгах или в бюрократических документах о том, что казахский язык должен развиваться, он должен обновляться и так далее, а реально они начали делать зажаргон на казахском языке, который понимают тинейджеры, и он для них стал существовать, и в этот момент они были полностью раздавлены этим дискурсом о том, что они вообще не имеют права рот открыть, и то, как они выглядят, ну, в общем, всё, вообще исчезнете лучше. И в этом было такое искреннее разочарование, непонимание, что мне, конечно, как художнику, я их очень хорошо понимаю. Я считаю, что они имеют право на своё высказывание, и это классно. Они создают, пусть это в каком-то смысле вторично, если там анализ мировой производить, но в то же время именно то, что они это завязали на казахском языке, и они свою музыку называли не кей-поп, а кью-поп, да, то есть они открывают преемственность, но они говорят кью-поп, казах, да, через кью-анголийскую, мы пишем казахский, казах, лейбочка, каз, и их, как бы, контент, который они открывают, они говорят, мы делаем это, мы транспонируем эту мировую культуру для казахскоязычной аудитории, и в то же время они становятся такие популярные, что их слушают во всём мире. Как бы я считаю, что они в этом смысле имеют право и на своё удивление, и на всё, что они делают, просто потому, что они к такой крутой популярности пришли, оставаясь в одном из, ну, как бы, казахский язык, мало кто в мире может назвать третьим, четвёртым по популярности языком, это редкий язык для международной аудитории, а они с ним выходят в такие просмотры, в эти бесконечные, там, цифры на Ютьюбе, ну, довольно интересно, мне кажется, и, в общем, я так и решила, что нужно об этом говорить, и в том числе для того, чтобы принести тему этого протеста казахскоязычной группы в русскоязычную интеллектуальную среду, в городскую, где мы сидели уже с микрофонами, все обсуждали, окей, что нас это говорит, ну, это было очень интересно для меня. Я обратил внимание, у вас как бы сквозная линия, сквозной такой персонаж, это молодая совсем девушка, Багамжон, по-моему, её зовут, если я не ошибаюсь. Вы знаете, она ведь, когда рассуждает об этой группе, ну, с каких-то таких совершенно конформистских позиций, да, это поразительно совершенно, и в то же время вы как бы в стык предлагаете вашему зрителю мнение экспертов, вот, скажем, социолога Серика, которые, как раз напротив, они возражают этой молодой, значит, зрительнице, вот этих вот музыкантов. Я вам расскажу, почему это происходит, потому что этот искусственный, и, на мой взгляд, прям пластмассовый дискурс, он создаётся и оплачивается государственной, ну, как бы, компанией. Я вижу в этом, вот как раз здесь, и тоже как документалист, я вижу неискренность и кондовость. И я думаю, что это связано с тем, что мы... Простите, неискренность и кондовость чью? Говорите ли вы сейчас и в том числе об этой девушке Багамжон? Я говорю о том, как она получила эту информацию, и я сейчас вам очень интересно расскажу какие-то новые апдейты этой истории. То есть она такая жертва пропаганды, получается? Я думаю, что это то же самое, что происходит, что мы сейчас видим на всех постсоветских странах, что вот эти 30 лет это достаточный период был, чтобы уже осознать, что классные действующие, производящие граждане этих стран, они немножко стали гибче, взрослее и оперативнее, чем государственные работники, назовём так этих людей. И этот дискурс, он не успевает. Он создан, даже когда она его производит, произносит, это классно. Почему я так люблю финал вот этой сцены, где я её снимала, как она идёт, подсоя, поёт без проблем. Нет у неё этого национализма на самом деле. Она такая живая, классная, она отзывается на то и на другое. И на этот дискурс она тоже отозвалась, потому что он из всех источников льётся. Но что интересно, я внутри её разговора я всё время чувствовала, что она как-то шире и больше и глубже, чем то, что она произносит словами. И она же так и говорит в конце, вообще-то я, конечно, хочу, чтобы у всех всё было хорошо и всем желаю счастья. Ну как-то мы должны все. Так вот, что в итоге недавно, это два года сейчас прошло с того момента, как мы, ну хотя нет, почему год? У меня такое время экспрессивное сейчас идёт. Я стала мамой. Картина девятнадцатого года. День за два, да. Год. Но я вам скажу, внутри меня это реально как большее время. Так вот, за этот год что произошло? Мне недавно прислали скрин того, что Богом Жан в Майке 91, и она как бы такая говорит, ой, я слушаю эту музыку, мне очень нравится. Она, конечно, не стала их фанаткой Яры, это не конвертация на сто процентов, но я в ней это и чувствовала, что на самом деле в ней есть какой-то настоящий человеческий интерес, и он более активный, более глубокий, чем то, что она произносит, какие-то фразы, которые я уже где-то слышала, понимаете? Поэтому я считаю, что гораздо больше интересных вещей происходит в Казахстане, чем то, что можно найти, погуглив вот эту вот государственную рекламную кампанию. Очень сложно разорвать эту ткань и показать, как на самом деле мы здесь живем, что мы думаем, чего мы хотим. И я очень рассчитываю именно на документальные фильмы, которые, я считаю, могут с этим справляться. Хоть как-то немножко посылать вам зайчики солнечные того, кто мы на самом деле, что мы думаем, и что нас интересует, и что нас беспокоит. И в то же время в фильме присутствует и совершенно противоположная история Аман Гильды, студент, кажется, медицинского колледжа, видимо, я так понял во всяком случае, да? Он признается, что он как бы произрос из вот этого казахского национализма, но при этом он стал фанатом «Иглз», как они говорят, вот этой группы. здесь сознание в обратную сторону как бы отработало, получается. Смотрите, когда я делал этот фильм, и Багамжан была для меня голосом вот этой вот, ну, такой более руцовой какой-то группы людей или сознание, настроение, а фактически-то получается, это одинаковый персонаж, просто Багамжан позже этот путь прошла. Этот мальчик, это интересно, я-то хотела их противопоставить, а получается, теперь, когда я дальше наблюдаю просто жизни ребят, и мне очень нравится то, как Аман Гильды круто и красиво проговаривает, что лично в нем изменилось, то есть он, получается, от представления о том, какие они люди, какие они те, кто имеют право и те, кто не имеют право, он приезжает в мегаполис, он сталкивается и с теми, и с другими, и дальше он уже делает свою собственную оценку, и когда он делает свою собственную оценку, в нем ничего не осталось, в нем не осталось вот этих вот направленных на него вот этого облучения, того, что те плохие, те хорошие, те имеют право, те не имеют право и так далее. Он стал, как он сам говорит, что у него происходит вот это вот такое, ну, как бы очеловечивание всего мира, что мир стал шире, чем его один город, чем одна его нация и так далее, то есть он понимает, что как много мы принимаем, как далеко можно отдать, если ты не воинственным посылом. Мы только внутри одного языка, внутри одной нации. А когда вдруг начинается взаимообмен, что и происходит в большом городе. И мне очень понравилось то, как он это описал. Он очень точно как-то описал свое состояние переключения. Расскажите мне еще про один персонаж, очень любопытный и неожиданный для этой всей истории. Это Сия Джанаева, уже такая дама в годах, которая одна из, как выясняется, одна из этих самых Иглс, одна из фанаток этой группы. Где вы ее нашли? Как вы с ней познакомились? И, собственно говоря, в чем ее-то философия? А вот, кстати, мне кажется, что и она тоже о том, что вот этого пластмассового дискурса не существует. Что на самом деле люди и в другом поколении, это не вопрос того, что запрос есть у молодого поколения. Запрос есть вообще у всех живых людей. То есть, что с ней интересно, что она еще такая, как бы она не живет под гнетом сложной, тяжелой жизни. Хотя мы говорим, в принципе, что очень многие вещи в Казахстане, но я думаю, что и в России, и обязательно и в Беларуси, в смысле это везде. И это происходит то, что на самом деле большинство людей, большинство населения наших странах живется непросто, но достаточно сложно. И людям в ее возрасте уже не до поездок на поезде, на концерт. Ну как бы, да? То есть ее в этом смысле отличает то, что она как-то преодолела эту гравитацию того, что она в своем возрасте со своей ответственностью. Конечно же, у нее есть семья и дети, и все прочее. Она и работа, которая привязана к часам, она как-то умудряется прорваться вот через это. Но я думаю, что она не одна. Это вопрос того, что она жива, она выбирает, она выбрала, что из всей местной музыки ей импонируют эти молодые ребята, да? Они поют на ее родном языке. Да, это в суперсложной, странной форме, далекой от всего, чтобы она привыкла видеть на эстраде за свою жизнь. Но она умудряется на это среагировать. Вот, поэтому в итоге она стала такой притчевой язык, все ее знают, мама Иглс. Мы узнали от нее уже, конечно, через нашего героя, через Аман Гильды, когда на самом деле он сказал, что я иду, мне нужно съездить ее, встретим, мы с тобой. И просто все эти очень люди оказались очень открытыми. Их было снимать легко. Вот, кстати, что интересно. Мы в титрах пишем о том, кто не принял участие в нашем сне. Да, 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 я обратил на это внимание, да. Как правило, это были люди, которые больше всего с агрессией выступали против 901, против музыкантов, против тех, собственно, вокруг кого этот скандал разразился. И к моменту, когда мы пригласили их, и мы сказали, мы хотим, чтобы вы сказали ровно то, что вы считаете нужным сказать. Это дальше переговоров с менеджерами никогда не продвинулось. В то же время, как я никогда не... Меня никто не нанял делать этот фильм, и я не делала фильм с определенной позицией. Хотя, конечно, я как горожанка, да, то есть я ближе к какой-то позиции, тут этого не забрать у меня. Но в то же время я очень легко понимаю и умею, как важно давать противоположную риторику. И я очень хотела это сделать. И это оказалось настолько закрытое пространство. Понимаете, вот насколько эта женщина, которая была готова сорваться на выходные, приехать на концерт, там, ночь, по-моему, в Пойзино проводить, чтобы приехать в Алмату на концерт, и чтобы вернуться вовремя на работу, обратно в свой город, насколько она была открыта, когда мы сказали, мы хотим, пожалуйста, вас снимать, мы, думаю, может быть, на концерт с вами зайти. Она такая, да, конечно. И она, будучи женщиной, а женщины очень не любят эту сторону. Она взяла с собой в салон красоты. И для меня это суперпоказатель того, насколько она не закрывала свои границы. Понимаете, она не сказала, ой, подождите, сейчас я буду в форме, вы продолжите. Нет, она продолжала говорить, находясь в кресле у парикмахера. И вот мне это тоже интересно. Понимаете, мне интересно, что с людьми, которые идут в сторону, ну, я не знаю, какой-то мультикультурности, хотя мы, конечно, говорим о том, что это не факт, что это, ну, как сказать, сохранение народных традиций и культурного кода, это важно и так далее, но мы говорим ещё о некой коммуникативности, возможности очень много принимать, общаться, но опять же, тоже толерантность, вот, в общем, всё. И люди, которые импонируют этой точке, они одновременно ещё и очень открытые. И я не могу это не увидеть, как человек с камерой. Понимаете, я этого не знала, не планировала, но ещё и это обнаружила тоже. То есть этим людям не нужно было готовиться к интервью. Продюсер, мы пришли на первую встречу познакомиться, он был окей с тем, что я включила камеру, включала, я никогда не пришла за вторым интервью. Мне не нужно было, я не хотела бы. Я старалась бы вообще без интервью обойтись. Ребята, например, они вообще не знали, что мы делаем фильм. Они просто настолько окружены разными камерами, музыкантами. Они видели нашу повторяемость и думали, что может быть с какого-то телеканала или что-то ещё. То есть я говорю с продюсером, а до пацанов эта информация вообще не доходит. У них слишком активная жизнь. И нормально, мы снимали их в этой гримерной. И я об этом думала, блин, если они настоящие суперзвёзды, и они идут по бизнес к какому-то плану, они могут начать меня просить вырезать эту сцену, где они в гримерке. Ничего этого не произошло. И мне это очень импонирует. Я как бы понимаю, что здесь нет продуманного спича. Понимаете? Есть просто какая-то точка взгляда. И я могу её сказать хоть ночь, хоть сейчас, хоть завтра. В макияже или без макияжа. А эту противоположную точку вот не смогла я заполучить. Хотя, конечно, они с активностью, с радостью идут на всякие ток-шоу. Ну, тогда, в то время. То есть тут понятно, что они не захотели тоже именно ко мне, к моим прошлым фильмам прийти в объектив. Я это всё тоже хорошо понимаю, но мы потратили очень много усилий, чтобы всё это преодолеть. И для меня, вот я говорю, для меня это тоже о многом говорит. Один из музыкантов, Данияр Кулумшин, по-моему, он довольно любопытно рассуждает о вопросе отъезда. Он, собственно, объясняет, почему музыканты не хотят уехать из Казахстана, хотя они уже получили какую-то известность и европейскую, и в мире в том числе. И он говорит, что мы можем делать европейскую музыку, мы можем делать музыку мировых стандартов. Но я вот Данияр, я хочу, чтобы она звучала на казахском языке. В чём тут интересно его пафос? Я всё-таки думаю, что это ЗАГ, это ставший наиболее интересным для меня собеседник из всех музыкантов. Я прям, конечно, прониклась. Они младше меня, и в разговоре с ребятами, чаще это происходило именно через мои разговоры с ЗАГом, вот с этим парнем, о котором вы говорите, которого разговор я поставила в конце к титрам. Во-первых, он показал мне, что у нашего более младшего поколения, чем моё, нет вопроса, как сказать, в своём месте и в своём праве на высказывание. Я считаю, что наше поколение ещё такое «та-та», непонятно, ну как бы мы всё стараемся взять свой голос, а они, по-моему, уже точно знают, что они хотят сказать, и они очень рано начинают это делать, стартовать, и я восхищаюсь ими в этом смысле. Так вот, я считаю, что он проговаривает то, что касается и меня, и моих сверстников, и вообще наше окружение. существует такая повестка, и я считаю, что это тоже некоторая задавленность негибкой государственной повесткой, как бы, которая, ну она не столько откликает на потребности происходящего, сколько как бы как-то нарирует свою концепцию. Немножко такой, ну такой советский стиль, который как-то вот 30 лет всё никак не изживёт себя. Получается так, что когда происходит высказывание, которое вообще не укладывается в эту повестку, и оно говорит от личного мнения, он говорит, я считаю, очень часто короткая рекомендация, хоть это диванные критики, хоть это какие-то более эстаблиштые позиции, люди, они будут говорить, ну уезжайте тогда, вам не нравится, вот и пожалуйста, до свидания. Я что-то сомневаюсь, что в России по-другому-то происходит. Да нет, нет, всё то же самое, очень похоже. Или езжайте вы в Россию, то есть если, может быть, ты этнически, как русский, будешь в группе относиться, тебе в Россию первый путь, а так, может, ну куда, когда ходите, то езжайте, но ребята говорят, и они сформулировали это лучше, чем я не слышала этого никогда из авторов своего поколения. Они говорят, мы не хотим, камон, это наша страна, я здесь вырос, это мой язык, я считаю, что я могу лепить из него всё, что угодно. И это очень круто, меня восхищает, что они в свои там 20 с копейками лет имеют возможность так чётко и жёстко об этом заявить, но это же здорово, я считаю, что это круто, меня это восхищает. Катя, знаете, почему ещё задаю этот вопрос? Я пытаюсь его как бы вписать в контекст картины, вернее, даже не картины, а истории вокруг этих музыкантов Нэтью Ван, группы Нэтью Ван. История, так сказать, перманентно обрастающая какими-то скандалами, эта группа обсуждает на официальных федеральных каналах Казахстана, в прессе и так далее, её высмеивают, её ругают, она вызывает дискуссию постоянную и так далее. И вот в этом смысле ваша картина могла бы, наверное, получить тоже, в общем, какую-то не очень благожелательную официальную прессу. Что в этом смысле ожидало вашу картину, что она получила и что вы ещё ждёте? Я думаю, что это всё ещё впереди, потому что, всё-таки, опять же говорю, именно потому, что все свои рекламные, если хотите, я могу отлучиться, тогда звук прекратится. Вы говорите, а я поясню нашим телезрителям, что мы, в общем, на самоизоляции находимся, и Катя с нами разговаривает из дома, Катя маленький ребёнок, и он нас сопровождает в этом разговоре. Когда мы делали прокат фильма, мы всё-таки задействовали дружественную тематику аудиторию. Это была вся либеральная общественность в больших городах, это были фанаты музыкантов в малых городах, и поэтому сейчас, дальше, когда фильм шёл по фестивалям, он всё ещё пока был за границей, дальше у нас план такой, что когда мы закончим ещё 2-3 наших каких-то фестивальных договорённостей, фильм будет в сети на канале группы. Это наш план был, это был наш такой обмен, они как бы дают нам всю свою территорию, мы, когда фильм, когда мы можем уже позволить себе выкладывать проект, мы выкладываем именно на их площадку. И вот тут я думаю, что будут происходить разные события, но если честно, есть у меня друзья-активисты, вот, например, музыкант, серия, певица, она делает контент, живя в Кыргызстане, а феминизме. И у неё просто взрываются соцсети от такого накала, нападок, и она говорит, ну, штука в том, что те, кто на меня нападают, я для них это всё и делаю. То есть, те, кто лояльны этой теме, во многом, они не так нуждаются в этом фильме, как те, кто не готов к этому дискурсу и к таким ответам, и к такому наблюдению и так далее. Так что, ну, так, а что делать? Спасибо вам большое, было очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok